всем привет с вами эдгар вы на канале мысли от эдгара сегодня хочу поговорить о яндекс дзене разберем одну интересную статью за счет которой я заработал из продолжаю зарабатывать если кого-то интересует яндекс дзен и заработок то то добро пожаловать вам будет интересно я на дзене один раз уже выводил деньги 13000 недавно 16 января и на данный момент у меня на канале еще три тысячи рублей заработок идет все это дело все быстрее быстрее разгоняется на канале уже 743 подписчика 226 тысяч аудитория и еще у меня повысилась карма карма на дзене очень важно если посмотрим вот предыдущий у меня было 38 41 играла сейчас 61 чтобы достигать таких уровней до карма высок высоких нужно в общем то так сказать попотеть если не знать как это делать то это вообще жесть как сложно от этой кармы зависит как раз таки ваш заработок развитие канала в целом вы можете оценивать состояние канала и правильно ли вы двигаетесь по вашей карме на данный момент у меня цвет золота 61 вот идеально карма это 100 пока что я до сотки не добрался но я думаю что сотка сразу не дается и правильно делается чтобы сразу не возомнить себя лучшим блогером дзена нужно как бы дорасти до этого определенное время нужно и так далее так что я думаю что все в порядке я иду в правильном направлении мне очень нравится дзен здесь реально можно заработать и особенно для тех людей которые где-нибудь вдалеке от города цивилизации в деревнях и в принципе вам делать нефиг особенно таким людям те же пенсионеры пишите статьи снимайте видео рассказывайте про свою жизнь и делитесь своим опытом и это все приносит деньги вот например все те же пенсионеры да у пенсии недостаточно для жизни но у большинство пенсионеров очень хорошее образование с серовская и очень большой опыт жизненный так вот почему бы не взять вот эти знания и применить сюда тем самым заработать еще не одну пенсию каждый месяц это еще и увлекательно и интересно плюс я еще такую штуку хочу сказать между делом смотрел одну научную передачу там сказали вычисляли какие люди какое что есть общего среди людей которые долгожители так вот все долгожители очень начитанные так сказать люди да они постоянно размышляют и из ста процентов вашей начитанности какой-то определенный процент к старости исчезает и если вы не очень начитанный человек да вы не размышляете то у вас появляется есть такие болезни как забывчивость и все такое так что те люди которых есть знание которые учатся которые до сих пор даже в старости будут чем-то заниматься что-то делать вы не дадите себе получить эту болезнь забыть забывчивости плюс еще заработаете а за счет того что у вас мозг будет хорошо функционировать человек проживет дольше это такое отступление чтобы вы понимали так если кстати кого интересует как заработать на дзене тут есть много всяких разных фишек систем как это делать можете например зайти на дзен ничего не заработать можно зайти на дзен и начать сразу зарабатывать у меня есть мой курс в описании будет ссылка кому интересно переходите покупаете стоит там 1500 рублей полностью от аду я я рассказываю как создать канал и как его вывести на заработок так любой человек даже ребенок от ребенка до пенсионера может это сделать и сегодня хочу рассмотреть одну интересную статью как раз таки подойдет для пенсионеров ну и не только пенсионерам жителям деревни и так далее кем я тоже когда-то являлся наглядно показывает интерес да вот людей к определенным тематикам у меня такая строительная жизненная тематика моего канала и здесь есть очень интересная статья вот вы не поверите но статья про туалет был было показано 230 показывали эти 232 тысячи вот и люди этой статьей очень очень заинтересовались о чем статья вы кстати сможете перейти и и почитать в целом вот я оставлю ссылку на мой канал на курс и еще одна ссылочка будет как раз таки сразу на эту статью можете зайти заценить ее ездил я в гости к моей тёще и просто решил запечатлеть туалет написать статью про деревенский туалет которая набрала много просмотров но я с этого конечно заработал денег вот статья про туалет скажите и что туалет на улице кому это надо но вот кому-то это надо понимаете еще как кому-то это надо что меня удивило просто почему я решил написать открывая дверь захожу уже такое ну темновато стоит вечер на улице и вижу короче там включать или рядом есть вот такой включатель нажимаю я думал это включится свет где-то тут на улице во дворе вот а тут бац и свет включается в туалете я как в раю не ожидал почему потому что все свое детство ни разу ну вот я не знаю так получилось ни разу не встречал такие уличные туалеты чтоб кто-то туда проводил свет и включал там лампочку всегда туалеты были темные мы там спички жгли газетки поджигали кидали в туалет и все такое и вот в моем детстве это все запомнилось в таком формате темнота да и только особенно ночью там братан разбудит говорит но когда маленькие были пошли сходим в туалет а то одному типа страхова ночью вот мы с ним шли он там газетки сжег сидел в туалете кидал чтобы было светло чтобы не сильно очковал и я тут увидел вот этот свет и блин у меня такие мысли почему почему люди не делали не проводили электричество почему лампочку не делали в туалете чтоб ты включал шоу там было светло все мое детство в темноте блин тещин дом ей он достался от ее родителей родителей сейчас нет это как нацледство что-то типа дачи основательно сделан дом вот эта баня туалет сарайка и так далее ну как раньше люди жили любили все из дерево туалет конечно на улице все такое как могли так и сделали вот так что я решил это все дело запечатлеть вот он тубзик тубзик как тубзик вот но уже такая более-менее какая-то цивилизация есть туалетные бумаги на гвозди лампочка тут такая баночки сигаретные штучки для мужиков кто курит ёршик даже появился ну вот короче тут даже видосик про это снял и у меня тут огромное количество комментариев от взрослых людей вот например комментария вот внутри и ведро для бумаги с клавишей чтобы тыльной стороной открывать в будущем с клавиши поставлю чтобы ногой открывать вот какой-то человек вот не на присылается фото своего туалета типа как у нее там выглядит что можно туалет покрасить сделать вот так поставить вот что тут с клавишей будет нажимать и открывался бачок присылает вот свои фотографии вот другой человек вроде ли она же не знаю вот еще один туалет другой человек присылает фото своего туб зика прям избушка как в сказках каких-то вот люди понимаете фоткают свои туалеты присылают как они выглядят вот другой человек мне прислал тоже туда же в статью вот такой туалет например он сделал как будто это какая-то карета вот здесь вот этот волк сидит если кто не знает мультик такой советский был вот волк пришел в гости к собаке там покушал потом я горит сейчас спою больше не могу все наелся и горит сейчас спою вы можете посмотреть этот мультик и вот этот персонаж здесь сидит все из сссовских времен и круто выглядит в такой туалет внутри я конечно не знаю что там у них вот и есть такая какая-то выгребная яма сделана как они вот люди делают ее вот другой туалет люди тоже прислали вот только вот этот знак я не знает но не знаю вообще вот этот знак конечно это знак бесконечности с другой стороны это есть знак фюрера но я не думаю что это фюрер не знаю к чему этот знак вот но изначально вот это обозначало знак бесконечности солнца вот потом его взяли маленечко испортили после вот этой мировой войны и сейчас вот когда на такое ведро смотришь уже это ассоциация с там с гитлером в действительности это другое но я не знаю напишите чтобы это значило и вот такой например туалет есть и здесь мне знаете что удивило обычно уличный тубзика смотрите пищуар сделали да как в цивильных торговых центрах да все круто тут бумажка тут раковина все картина есть крутяк вот просто очень круто и вот люди комментируют пишут вот кто-то что-то пишет только в уличном туалете на корточках мы принимаем единственную правильную позу а если ты куришь что дополнительную слабительную дозу к позе принимаешь мои сугубо вам сугубо мнение это самый кайф когда приезжаю на малую родину вот такие вот комментарии вот странно а куда и вдруг может одеться уличный туалет газеты зря сжёте типа тубчик спалите вот кто-то пишет ё-моё 21 век люди туристами в космос летают а у людей туалеты во дворе чем это можно объяснить может маленькой зарплатой а может линию и рукожопием а я в 13 лет выкопал канаву под водопровод канализацию жили в бараке с мамы с маманей сделали и не парились сейчас мне 58 вот алекс кор пишет ну вот человек хочет сказать что ну типа как так вроде современно общество все еще существуют такие туалеты типа то ли это лень то ли рукожопство то ли без денег люди вот я вам скажу что по проблем в общем-то с деньгами то нет вот у меня теща тоже такой сэровской закалки и им очень нравится вот они вот в баньку ходят там все дела людям нравится понимаете тут не всегда это связано с какой-то ленью или типа нету денег нет вот есть люди категорически против современных каких-то душевых систем вот они могут ходить только в баню вот все привыкли вот баня и все и тут нету знаете это хорошо или плохо типа нельзя этого человека относить какой-то категории типа он там рукожоп бездельник или еще чего-то нет просто это русские обычаи это нормально люди всегда ходили в бане баня это одна из лучших систем для человеческого организма это вы все болезни из себя вытаскиваете как пропарились это как мытье до гигиена потом это лечение потом это после того как люди воду когда у них похмелье вот люди в баню ходили и когда рождались и умирали и вообще все происходило у людей в бане и в принципе и с этим туалетом такая же история но вот тут человек не понимает типа как так но вот есть такие люди которые хотят так по-другому вот вот другой человек пишет анна совести у вас дети нет что мать и теща до сих пор ходят в этот мерзкий туалет а вы еще смогу и сидит детали это мне так говорят типа стыдно что с вашей что в нашей стране есть этот атовизм пережиток прошлого вот она переживает зато и предъявляет ну детям я не сын моей тещи конечно у моей тещи есть свой сын и он хорошо зарабатывает и они живут кстати вместе вот и у него есть возможность построить туалет если нужно и я могу помочь во первых я не лезу в дела других людей потом это людям очень нравится вот и вот давайте еще совесть у вас нет дети потому что типа мама и теща ходят в этот мерзкий туалет но вот тут я вот не совсем соглашусь вот тут вот это словосочетание мерзкий туалет это как-то знаете взять и сказать что все ссср это просто была мерзость типа такого но это же неправильно почему мне например нравится уличные туалеты вот реально тут один человек написал говорят говорит что в таком стандартном туалете на корточках это естественное состояние человека и все хорошо там люди тут есть друг другая женщина например писала там отличное место у нее муж когда они ездят на дачу там и кофе пьет и в ноутбуке сидит и книжки читает чуть ли там не стихи пишет поэтому как-то мерзкий туалет тут ну как вот это чем мерзкий туалет это красивая избушка где зам живет принцесса так что вряд ли это мерзкий туалет это нормально почему к этому нужно ну вот видите вот сколько людей столько и мнений и основываясь на том что это мерзкий туалет соответственно если я проект туалет рассказал то я значит засранец вот это видите уже неправильный расклад предложение начинается неправильно отличный туалет людям нравится почему нет с чего вы взяли что это плохо так что смотрите вот здесь не фейковые какие-то люди сидят и там чего-то пишет это вот реальные люди тут закрыт сейчас есть например можно перейти вот человек 465 комментов написал у кого-то открыты комменты можно посмотреть где они что писали сейчас может быть такой попадется вот кто-то пишет ужас ужас какой-то вот просто ужас типа как такое может быть вот например сергей бы вот у него там свои какие посты есть живые люди которые пишут нормально вот участвуют в этом всем деле так что вот вам разбор статьи на яндекс дзен о деревенском туалете в котором вот под статью где люди сто семьдесят пять лайков поставили 64 комментария бурно обсуждают это все дело это все дело все больше и больше раскачивается присылает свои фотографии и при этом сам яндекс дзен двести тридцать тысяч там раз показал в ленте другим людям что вот ребята классная статья посмотрите почитаете возможно вам понравится и люди в этом деле участвуют и вот потом мне говорят эдгар о чем писать в дзен чё там можно зарабатывать что ли также пишут такие вещи что но я вот типа живу в деревне или там ну что мне о чем писать мне не о чем писать типа я деревенский человек там что там такого написать современного чтобы заинтересовать а кто вам сказал что нужно обязательно быть городским современным и участвовать в каких-то там нанотехнологиях и писать про тесла что-нибудь вообще не надо заморачиваться про это вот все что вас окружает что с чем вы сталкиваетесь не знаю вот туалет баня колесо камушек кирпич ваш забор там что угодно вообще любые вещи которые вас лично волнуют все пишите про это статью возможно я вот даже снял отрывочек видео вот посмотрите вот просто взял заснял еще и видео вот про этот туалет вот показываю как он тут работает и все такое да вот что мороз тут вот и ним покрывается это все дело кому-то нравится в минус 30 отмораживать себе задницу в таком туалете и нормально спрашиваешь а чё ты другой туалет не делаешь да ты что блин вот я вот лично знаю очень много таких мужиков которые вообще не любят вот категорически дома ходить в туалет у них есть дома туалеты уютные теплые все такое но они я грачу не уберете вот на этом типа во дворе тубзик тут бы дерево посадили чего-нибудь вот и чё блин я лучше грит дерево снесу чем этот туалет уберу он у меня будет стоять пока я еще жив вот я только тебе туда ходу хожу в тубзик вы понимаете и не сказать что человек бедные мужики которые зарабатывают нормально денег отличные дома дома все есть там чтобы женщины ходили в тепло там и все такое но они лично предпочитают гонять вот в такие туалеты так что на морозе все все отлично тут просто смотря какой человек как относится какая у тебя психология так что ребята вот такой вот у меня канал у меня есть еще много интересных статей в которых я пишу интересные вещи где люди участвуют там бурное обсуждение и я вот так вот буду периодически рассматривать это дело и читать комментарии людей если вам нравится такая тема то участвуйте подписывайтесь на мой канал в дзен вот вы кстати здесь узнаете очень много интересных вещей о том как я делаю свою стройку где у меня что-то получилось где не получилось наоборот настоящая чистая информация никаких придумок прям как есть так и пишу вот пишите комментарии буду озвучивать ваши комменты возможно ваши какие-то фотки вот предлагайте о чем писать буду тоже как присматриваться прислушиваться к вашему мнению все на этом и если вы хотите зарабатывать также на дзене то у меня есть мой ребята курс просто мне уже написали ряд людей которые самостоятельно попытались открыть свои каналы послушали мои предыдущие ролики рванули в дзен открыли канал и начали что-то делать а им даже монетизацию не подключают вот и они у нее пишут эдгара не подскажешь а вот это как а посмотри мой канал а вот это как а почему у меня не идет у у некоторых вот по три недели монетизацию не подключают и вот люди не понимают типа чего происходит здесь очень много нюансов вы сразу должны делать правильно так как хочет это яндекс дзен и тогда сразу получаете правильный результат если вы сделаете вот следующим образом до смотрите сейчас меня говорите дачу я сам смогу сюда ну в принципе сможете если очень захотеть можно что угодно но в основном история такая вы смотрите и таки о все рванули быстренько зарегистрировались начали чего-то там делать вас то туда понесло то туда то сюда то туда в итоге проходит время и никакой монетизации вы ничего не зарабатываете и вы начинаете писать там мне или таким людям как я типа да тут не реально заработать или почему так а посмотри мою статью посмотри эту штучку ту штучку ну для этого и есть курс в котором есть все разложено грамотно вы смотрите этот курс и сразу делаете так как надо и делайте свой канал все и сразу уже зарабатываете деньги у меня не только этот канал есть еще канал моей супруги вот на данный момент сюда заливается видео процесс идет заливки на канале моей жены например вот восемь тысяч семьсот семьдесят два рубля я сейчас дождусь когда будет здесь 10000 и сниму здесь деньги и здесь у меня 8700 потом у меня есть еще один канал у меня не один канал так про путешествие например там тоже снимем и расскажу блин найти не могу вот здесь у меня сто одна тысяча зрителей аудитория тут тоже тут у меня про путешествие все такое и здесь тоже у меня идет заработок и вот так вот я несколько каналов сделал и со всех сгребаю и получается у меня хорошая сумма вы тоже можете завести несколько разных каналов всем пока